Пока это оборудование работает в холостую. В агрегате только бумага, идет обкатка. На Ингельском молочном комбинате несколько месяцев назад начали монтировать новую линию. Будут выпускать молоко в 200-граммовой упаковке. Это своеобразное ноу-хау для региона. Подобную продукцию сегодня выпускают ведущие российские предприятия. И она завозится в основном из Самары или даже больше дальних регионов, таких как Краснодар или Москва. То, что линию запустят вовремя, приехал убедиться губернатор. Молоко будет поступать в школу по целевой программе. Согласно санитарным требованиям, оно должно быть именно в упаковке. Это гарантия того, что у детей не будет проблем со здоровьем. Наш продукт хранится от плюс 5 до плюс 20 градусов Цельсия, не требует в холодильник и сохраняет все полезные вещества. Здесь будут производить ультрапастеризованное молоко. Весь процесс от стерилизации и до разлива в упаковку закрыт, и молоко не будет соприкасаться с воздухом. Кроме того, автоматика проконтролирует даже сотрудников комбината. Занпропускник автоматический, он не позволяет попасть на территорию этого цеха с грязными руками, с грязными ногами и без фор. Да, это автоматический пропускник. Молоко в 200-граммовой упаковке в области никогда не производили, потому что очень дорогое оборудование, оно себя не окупит. Покупатель предпочитает литровые коробки. И только благодаря программе «Школьное молоко» производитель сможет покрыть расходы. Конечно же, продукт будет поступать и в магазины. Уверен, что мы выиграем здесь все. Это прежде всего здоровье школьников, это загрузка наших сельхозпроизводителей, дополнительная потребность в молоке. Цех, в котором будут выпускать молоко, смонтировали с нуля. Все оборудование купили за границей. В конце апреля планируют запустить уже первую очередь производства. Обещают обеспечить молоком все школы области. Оксана Лючева, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов.